Россия всегда считала терроризм одной из основных угроз для безопасности во всем мире. Тот же ИГИЛ, придя границей отдельно взятых стран, пытается распространить влияние далеко за пределы Ближнего Востока. Наглядные подтверждения оставили сами боевики в той же Сирии, в населенных пунктах, откуда их сейчас теснит сирийская армия. Надписи на стенах простреливаемых коридоров в пригороде Дамаска читал Сергей Зенин. Дария – город-спутник Дамаска. От столицы его отделяет лишь скоростная трасса, остовы домов и ни одного мирного жителя. Вот уже третий год здесь скрываются террористы Аль-Каиды. Правительственные войска контролируют две трети населенного пункта. У нас обычно тихо, но бывают и ожесточенные перестрелки. Мы отбиваем у террористов город вот уже третий год. Военные пригласили нас сюда, чтобы показать документальные подтверждения того, что на территории Сирийской Арабской Республики присутствуют банды международных террористов. Эти надписи оставили те, кого отсюда выбила Сирийская Армия. Вот здесь написано «Сирия – это начало» на арабском языке, а Россия будет дальше. А здесь они написали еще более интересную вещь. Сирия – начало, дальше Россия, а дальше будет Китай. Вот такие амбиции у этих людей. Но теперь их здесь нет. Город зачищен Сирийской Армией. Город поделен на секторы. Мы в Западном. Полковник Сирийской Армии вводит в курс происходящего. Он посадится за семью и поэтому не хочет показывать свое лицо. В каждом секторе снайперы – наши и террористов. Бывает, что на расстоянии нескольких метров. Террористов сотни. Здесь бандиты из отрядов Ан-Нусра. Помимо них террористы из других групп, связанных с Аль-Каидой. Опасность здесь везде, за каждой стеной. Чем дальше продвигаемся, тем осторожнее ведет себя наше сопровождение. Стараемся не шуметь. По опыту знаю, что вот эта тишина, которая образуется на войне, она, пожалуй, самая страшная. Даже более страшная, чем когда вокруг рвутся снаряды. Сейчас работают снайперы. Это самая тонкая работа. Они видят каждого из нас. Идем вдоль зданий. В самых опасных участках проходим сквозь разрушенные дома. Военное граффити в этом городе говорит буквально обо всем. Здесь приведена сура из Корана. А внизу написано, что этот отряд принадлежал армии Ислама, которая является, собственно, подразделением Аль-Каиды. Ощущение того, что кто-то рассматривает твою голову, пусть и защищенную каской в оптический прицел снайперской винтовки, оптимизма не добавляет. Но повернуть назад уже нельзя. Противник наверняка нас заметил. Обратно будет другой маршрут. По городским улицам, по переулкам, по проходам внутри зданий мы вышли туда, куда собирались. Собственно, это и есть линия фронта. В городских условиях это выглядит именно так. Позиции на самых уязвимых участках. На каждой несколько бойцов. Чем точнее командир расположит огневые точки, тем эффективнее будет оборона. Время от времени бойцы ведут так называемый беспокоящий огонь. Это как предупреждение. Сиди и не высовывайся. Иногда подобная тактика вызывает обратный эффект. В нашем случае заработали снайперы. Дальше пригнувшись и бегом. Несколько минут галопом и мы в безопасном месте. Развалины вокруг уже не выглядят так враждебно. А главное здесь есть вода. Военные сказали нам, что террористы оставили надписи даже на русском языке. Одна из них оказалась совсем рядом. Буквально в 20 метрах за углом от того места, куда мы приехали изначально. И где удачно для всей группы завершился маршрут. Эта надпись на русском языке оставлена чеченским батальоном из Аль-Каиды. Ребята явно не учились в школе. Сразу схватили в руки автоматы. Смерть России. Получилось как-то совсем наоборот. Сергей Зенин, Алексей Шишкин, Игорь Львов. Первый канал. Сирия.